Ну вот и вторая карта в матча между люминности гейминг и командой MIBR И сейчас мы посмотрим, кто здесь будет АР-АР, а кто не будет АР-АР, соответственно, потому что На Деверпассе всё-таки мебры выиграли И это неплохо И это хорошо, более того И не забывайте, дорогие друзья, поднять чуть-чуть за безлимит Болейте за своих самым быстрым Мобильным Интернетом от генерального спонсора и партнёра Мегафон Русскоязычной трансляции Вот он, пистолетный рам И в люминности гейминг У стила дофюскиты есть Смог есть стандартный саппорт такой Сесть, раздефюзить, например, если что-то пойдёт не так Но при этом под два саппорта Мебры, например, играют Как вы видите, уже все гранаты раскидали Хотят забегать на Амплэнт Амплэнт открытый Здесь никого нет, не верят в эту Мебор Как так? Почему вы позволяете нам ставить бомбу под коннектор? Спрашивают Ани у себя В головах этот вопрос И им никто не отвечает, лишь молчание Вот если бы отвечали, вот это тогда вопрос бы был Психотерапевтический А так нормально всё Ну что, ретейк от команды ревности гейминг Стивит окей Первый килл Что-то сложно, второй сделал Второй килл Третий Ну и хватит Три и хватит Ты нормально Лукас последний, лукас отлетает Но не сразу Ну отлетает Торик до Волкина Всё хорошо Не приберут Свой пистолет на раунд Первый, опять же, раунд На карте до Мираж И на самом деле, вроде как бы После вчерашнего Из того, что я вижу Видимо, подотдохнули Видимо, четыре карты на ИС Действительно были Достаточно тяжёлые Из того, что я, по крайней мере, понимаю Да, и сейчас Уже начинают на Мираже Тоже хорошо То есть, оверпасс Ну там проблемы были, дали У нас действительно старались Как могли Хотя тоже были глупые ошибки местами Но всё нормально То есть, мне реально раунды понравились Некоторые прям очень круто Фирмова Было сделано, сказал Да я Стюи с Фоллиным По стелухе не проходят Остаётся Ела Остаётся Лукас То бишь, этот форс-раунд Немножко Не залетает Да, не совсем Не получается По-хорошему Из того, что Лукас Стыбрил Мактен Вообще-то Засейвить бы И Дигл Ела тоже Засейвить бы Потому что это три Недефолтных девайса Было бы на Эк-раунд То есть, не надо никуда идти Всё хорошо Не надо особо никого убивать Тоже всё хорошо Статистика Это всё прекрасно Замечательно Но если поступить умнее То То можно вот так Но дело в том, что Противники идут на Это означает, что Ела Лукас не пропустит Возможности попробовать Посмотрим Оп Эй 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 Как же так-то неприятно получилось Но теперь надо уходить Я думаю Или вы всё ещё будете пробовать Можно было бы не возбранно Забрать И на войси Понятно Пройти Лукас ели живой Не, не будут Опускать ни первого, ни второго В итоге это будет Фелакетка модуля В приемности гейминг Плохо, то что Стёй не забрали Не Неприятно получилось Ну что Ну почти фелак П250 от Лукаса Флэшка отъела Толк пытается подфармить Колдун надо уходить Его должны прикрыть Потому что он будет умирать Колдун умер Так Жернанда справляется с двумя Но не справляется с ещё Оппонентами И чё-то слишком много На самом деле На этом раунде Тирают ребята из команды Мибер Более того Стил и Хэнни украли два девайса Более того У них будет Следующий раунд Девайсным Поэтому Даже сейчас Они могут В целом Пойти на аплэнд Но решают всё-таки Засейвить Окей Окей Да теперь Это точнее Теперь тоже будет работать Соглашусь Мы бры очень много Потеряли здесь На самом деле Стюи немножко Поломался Стил и забрал Минус коллаж Обида Обида По-хорошему И Хэнни бы на самом деле Забрать этот коллаж Но Отлетай Хэнни тоже От Стюи Окей Грустно Что так Грустно Что так Но Вот так Вот таким вот образом Всё это дело Было Сделано И мы Увидели Вроде как бы Три стандартные Первые раунды От команды Мибор И соответственно Стандартные первые три Незалетаемые От команды Лучше Теперь в WVP Ел их я не буду играть У треймки четвёртых Нету дефис китов Ел вообще голый А у него не хватило денег На армор Даже первый Тоже важно понимать Поймает импанч какой-нибудь Будет вообще грустно Желательно Чтобы не ловил Миборы походу Будут на планет заходить С люркером Под б пошуметь Как я понимаю Периозно вы А в стоп Они обязательно Будут на планет уходить А колдзера Поджимов просто ждёт Я понял Окей То есть это не шум на бейт Поджима Поджима колдзера Хорошо Колд постепенно Начинает своё движение Вероятно будет выходить Через интерпас Кстати вру Между прочим Пошёл на бэ апартаменты И всё ещё Пошёл на бэ апартаменты Да-да Слушайте Тут всё гораздо Гораздо интересней То есть это не под колда Это совершенно самостоятельная атака И колд высчитает свои тайминги И будет закрывать тех Кто будет идти с Б На помощь А Да-да-да Но в итоге закрывают колдзеру Лукас внезапно ожидал Оппонент Бомба всё равно поставлена Или Мности Гейминг Не выигрывает этот раунд Самое забавное Вот теперь я расскажу Интересные истории Почему именно всё так получилось А никак иначе Самое забавное Это что Обычно атаки проводятся Наоборот Вот как-то Не самостоятельно А здесь Все юниты были Абсолютно самостоятельно И более того Самодостаточны Кстати Я вот Больше скажу И это Это непривычно Лично мне по крайней мере Это непривычно Потому что обычно В данном случае Например Либо играют под колда Либо колд как отвлекающие Ну мясо кусок Короче отвлекающие Грубо говоря И играют соответственно Костяком на планте Сейчас Ни то ни другое Колд занимался Вообще своими делами Кото Эти дела Возможно сыграли бы Даже ещё лучше Он просто отъехал Но бывает И при этом Основной костяк Самодостаточный Занимался своими делами И при этом Самое смешное То что они вместе Были невероятно сильны То есть такие вещи Я просто лично Не совсем привык В онлайне Такие штуки видеть Поэтому Вот прошлый раунд Мои предположения Все были вообще Неправильные По крайней мере до этого момента Пока до меня не дошло Что происходит Вот я очень сильно рад Видеть такие раунды В онлайне Потому что обычно Их вообще никогда не бывает Обычно всё довольно Взаимозависимо И более того Взаимозависимо Если что-то не так То валится и Первый Как бы да Первая часть Плана А здесь как мы видим Всё самодостаточно Все и таки убивает Некиза На апдауне Это раскрывает Коммаду Мибер Как Потенциальных на самом деле Чемпионов В любых турнирах В любое время Лишь бы как бы Получалось Как говорится Тарик убивает стила И три человека У Комманды Лимности Гейминг Им будет довольно сложно Наверное Справиться с Мибрами Мибры ещё Где-то 15 секунд Попробуют получить Какую-то из информации Которую здесь можно получить И попробуют выйти На один из пунктов Судя по всему А Ну из того что заметно Опять же Бомба поставлена Попытается ли в Насте Гейминг Что-то Что-то с этим сделать Йелло Лукас Остается вдвоем Это снайпер и райфлер Но сделать что-то Здесь будет Против двух райфлеров И снайпера одного Тяжело Потому что С коннектора насквозь Всё простреливается С планта Точнее на планете Террористы Вообще никуда не лезут Абсолютно Ну Стьюит окей Как обычно На самом деле Немножко лезет Но Это Стьюит окей Он Периодически Любит Более того Он вылезает на снайпера Команда оппонента И в дуэли Перестреливает его Однако Поэтому риск Всегда риск Но Стьюит Был видимо уверен Взорвался правда Единственная проблема Был уверен И забрал снайпера Что невероятно важно То есть Полностью Оправдан Своими же действиями Сейчас И это 0.5 Пока Очень чисто на атаке А ты мой вер One way для Фернандо Фернандо видит ногу Взрывает оппонента Сразу же Это был стил На аяме Это было сделано Заходит сразу же на Не теряя таймингов Да что важно понимать То есть вот это вот Сейчас подожди Подожди Мы там подготовим гранаты Не 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 Давайте прямо сразу Единственная проблема Что флешки их немного задерживают Но команда мибор понимает То что Красиво элегантно и быстро Это реально ключ Успех в данном случае И они уже поставили бомбу И теперь они могут Играть под бомбу И теперь ее можно защитить И они попытаются Это сделать Да будет совсем непросто Потому что ел уже Пожалуйста Коннекторы И даже добил двоих Но здесь прямо снизу Находятся оппоненты Конечно Все таки Фернандо справляется С одним оппонентом Со вторым оппонентом Но Лукас и Хейни Все еще вдвоем С одной позиции Немножко широковато Не ожидали Здесь увидеть одного из оппонентов Фернандо вообще Делать кодокил Потому что ему походу Абсолютно все равно Он просто в соляного тащит И это на план Некоторые недефолтные пистолеты От команды Лимнасти гейминг Плюс некоторые Первые арморы Плюс некоторые Собственно Два смока И больше Фернандо на префайре Попытался справиться Со стилом Не получилось Справиться со стилом Немножко Слопы экшен Какой получился Я бы сказал Но если Колди раз Ставят точку И сравнивают счеты Более того Даже Превозмогают Все моменты Убивают еще одного Лишнего оппонента Молик неправильно Взрывается Не получилось От мебров На окно Ну да и ладно Ну да и бог с ним То есть там В принципе никого и нет Мебры об этом не знают Если что Они будут держать Время Что может быть Мы не убили оппонента На окне Например Но там никого нет Поэтому В итоге Будет все нормально Один опорник На б2 Они идут на б Здесь лукас У него дебил Правда Опасный пистолет Чпоник Нет не получился Чпоник Нет 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 Стюки делать Два кила Уже в этом раунде Бома будет поставлена На б Вне позиции Находятся Оставшиеся игроки Команды Лимности гейминг Это не позволяет им Действовать достаточно Расслабленно Достаточно открыто И кстати Что самое важное Ну Им и так По умолчанию Должно быть некомфортно Но самое важное Эффективно Это не позволяет им Действовать в данном случае Конкретно в данном случае Эффективно Потому что Иногда вдвоем Ну можно здесь растащить В зависимости Вариантов Но не сейчас И тем более Уж точно не сейчас Когда пал Смертью храбых Опять же ел Поэтому хейни Остается один Хотел бы кого-то забрать Вот так и отлетает От тарика Отлетает от тарика Ну и 7 Давайте на раунд От команды Лимности гейминг WVP В целом Достаточно Важные для них Потому что Либо Либо точнее Опять я хотел сказать Вот неправильное слово Какие опять Если не было ни одного Либо они сейчас Положат начало Взятым раундом Со своей стороны Ну либо очевидно нет Не положат Мне очень нравится Мне очень нравится Идея от Мибор Опять же Играть Местами Независимо Друг от друга Точнее Все еще Опять же В единой В единой идее В едином порыве Но отпускать Какого-то сильного Игрока Куда-нибудь Погулять Чтобы он Прямо так Дико напрягался Вообще Жесть Потому что Против лимоноси Это возможно Местами будет работать И Этим игроком Сейчас Является Стюэй Да Как я понимаю Палец отрезали Фернандо Фернандо Без пальца Нормально будет жить Провинился Перед мафией Видимо В чем-то Перед португальской Стюэй Окей Тот самый человек О котором я говорю Он знает Где находится А он точно знает Где находится А понят И шумит И убивает оппонента Бомба идет На Б плент Совершенно спокойно Планик В рядах Лимности гейминг Они вообще Пока не соображают Где могут быть Оппоненты На А Могут быть На Б Почему я так думаю Потому что ел Видите его Вещи Которые он делает Он выходит на А плент Вот И стил Остается последним В итоге Услышав звук бомба Поняв что это Диссонирующий Звук Б плента И он такой А Вот так вот Вы нас обманули Окей Но Окей то окей Но это восьмый раунд Для мебров И да Мебр сами Шарят В том что нужно делать То есть они мне Сами показали Как они это будут делать Сами сделали Это же второй раз И у них второй раз Это уже получился Лучше чем первый раз И там немножко По другому получилось То есть идея была Возможно такая же Изначально Но при этом Потом вышло так Что Стиви просто Стал авангардом Выхода на Б Что Что тоже гибридно Да То есть прямо вот В середине идеи Вы можете Точнее мебры Да Обладая вот Навыками Которые у них есть В игре Counter-Strike Global Offensive Они могут Прямо менять Все И говорит Стиви Слушай Стиви Ты сейчас будешь играть Не так как Клдзера Вот тогда Да А мы прям К тебе пойдем И Стиви такая А окей ладно Типа я пошел На Б дальше Давайте Несите бомбу Лады Не проблема Клд взрывает Некеза Четыре пистолета Остается у команды ЛГ Вот и Вообще Таким образом Они могут Отыграть сейчас Половину Типа 12-3 Например Какие-нибудь Хотя Ни разу не было Еще ни одного раунда От команды Лимности Гейминг Я все еще не могу Представить Он будет или нет Один раунд Чисто статистически Будет Во-первых Будет один Во-вторых Будет два Будет даже три Больше трех Вряд ли будет Наверное В данном случае В данной тенденции Но 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 пока не было Ни одного Поэтому Эти математические Исчисления Могут быть На самом деле Вообще Типа лишними И неправдой Тарика Никто не чекает Тарик Убивает оппонента Выходя Совершенно спокойно С А ковров Потому что Некому было чекать Потому что Ему помог Стиву убить Оппонента Опять же Ела Лукас Остается вдвоем В целом Не удел Но Ела Интересная позиция Он может похоронить Одного из оппонентов Например Вот этого Нет Не получается Окей Допустим Хорошо Лукас Остается последний Закидывает смок Игроки команды Мибро знают Теперь где находится Лукас А зачем ты смок Кидал Будут пушить На самом деле Задержались Вообще-то И не пушили Правда Сквозь мог Действительно Но все равно Лукас погиб То есть В смысле Его позиция Была известна И они все равно Бы пушили Рано или поздно И сквозь мог И в принципе По барабану Я думаю Ну тут Наверное Как ни сыграй Все бы не получилось Ну ладно 0-9 0-9 На данный момент Ливнасти гейминг Не получается ничего Даже убить колдира Потому что я попал в ногу Но этого недостаточно Для того чтобы Бить колдира WP все еще Исповедует Команды Ливнасти гейминг Здесь Мы это уже видели Это не получалось Может быть Получится сейчас Опять же Любой давай снейраунд Представляет опасность Для мебров здесь Просто Все предыдущие Так и не представляли Опасность Что-то куча смоков На коннектор Прям плотно Вы на Б что ли пойдете В смысле Это единственная Оу Круто Круто Лукас забирает оппонента Просто это единственная Пока что идея Но походу Уже на Б не пойдут То есть опять Смотрите Что делают ребята Из команды Мибр Они стягивают Оппонентов под Б Причем Буквально В верхней и левой части Находятся оппоненты И как будто бы Они пойдут на Б Но на самом деле Вообще-то Они пойдут под А То есть Эти были Это были Это Господи Русский язык Вернись пожалуйста Это были Смоки На Закрытие коннектора Как будто мы идем На Б Но на самом деле Мы вообще никогда И не шли на Б А мы шли на А Все это время И мы вас Чуть ли не в 4 лица Стянули Простите меня На Б Но в 4 это Грубовато В 3 В 3,5 Окей И сейчас мы Выходим на А Такое Полуоткрытое Типа Клзера замыкает Оппонента Который с окна прыгает И Клзера замыкает Вообще-то В принципе Весь коннектор Окно Зиг Вот это все И двое человек На яме Вообще топчан То есть Ну а вот Вот такой вот Какие раунды От мне бров Боже Мои миражи Очень хорошо При этом Люмики ведутся Они такие А Окей Типа С макина коннектор Окей Вы идете на Б Значит Потому что Ну Клзер здесь прыгает То есть Это неприятно Получилось Гитарик Взрывает Кстати Неприятно Получилось Но времени Время не очень мало Топи 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 Почти Не успеет Ааа Успеет Ну в смысле Не запятая Успеет Все Такие Габриэль Делал все правильно Это первый Кстати За командой Лимности Гейминг Можно с этим Их поздравить Но раунд От мебров Мне все равно Понравился Очень сильно Клини отъехал От Тарика В раунде Номер 11 Мебры Возможно Не отпустят Комоду Лимности Гейминг По крайней мере Достаточно Далеко И здесь Мы сейчас Будем смотреть Опять же Насколько Насколько Далеко Отпустят Или не отпустят Это еще Третий вопрос Стил На коннекторе Некис В окне Стиви Забрал Некиса Все-таки Некис Не смог Это уже Два минуса При Нулевой Потере ХП Со стороны И Мэйбер И Ребята Могут Пойти Ну Из того Что Видно Либо На Б Либо Все еще На Через Андерпасс Стиви понятно, где находится противник. То есть большинство ящиков все-таки закрывает. Стюи таки дождался в окне своего оппонента. Это был Ел Ел Умер. И на данных таймингах апартаменты должны уже ждать. То есть Тарик, скорее всего, дождется вообще в упор и прыгнет и заберет вероятность тела. Нет, Тарик погиб. Но Стюи заберет. В итоге получается как? Люмики взяли один раунд. Да, это не 16-0, например. Но их сразу же вбрасывает в экономическую яму, потому что сейчас они получают 1400 на руки. И видя, собственно, вот такое вот одище экономическое, они понимают, что окей, мы закупимся чем есть. А чем есть, это на самом деле вообще-то ничем. То есть это два дегла, это какая-то чешка, сизишка. МК-4, опять же, юмп. Этого в целом не особо достаточно. Хотя... Афиня убивает фуллина. Че-то 3 на 4 уже. В меньшинстве команды Майбер. Окей, окей. Допустим. Калаш крадется опасно. Вот это опасно, действительно. Теперь, если честно, в дабл-вп мебры будут разыгрывать это дело дальше, все. Теперь мебры прямо в меньшинстве. То есть эти авп еще по таймингу надо красиво все сделать. Колда немножко моликом отгоняют. Прям неприятно. Фернандо на пальмах ослепленный стоит пока что прямо за смоком. Очень открыто, очень опасно. Но, возможно, эта позиция единственное, что остается для фера сейчас. закидывает ХЕ-шку, прячется, а вообще даже затырется. Вообще даже в яму, походу, да? Как я понимаю, да, именно так. Бума поставлена. Слышка залетает. Стил убивает Колда. Стиви. Ну, плюс-минус вроде готовый. Есть какие-то перестрелки и здесь все-таки пытаются мебры как-то справиться, но выход вот этого человека, опять же, с А ковров это, конечно же, есть тотальная. Нету дефьюз-китов. Нету дефьюз-китов. И Фернандо пытается прострелить... Не получилось, да? Так, стоп. А здесь получилось? А здесь получилось. Это второй раунд для команды Лимнасти Гейминг, но было очень-очень-очень-очень близко. Фернандо немножко бы правее, наверное, бы навестись. И, скорее всего, получалось бы очень-очень-очень хорошо. Пока что 2-10, но, с другой стороны, десятку... Десятку взяли ребята из мебров. И, в принципе, мне кажется, этого достаточно. Можно больше, конечно. Но я говорил, что выглядит как тройка. Это выглядит как тройка. Специально. Хотя пока непонятно, конечно. Смок закидывают на окно ребята из команды мебров. Смоки еще есть. Но один есть. Тремолика, кстати, есть. Это интересно. Это интересно. Бомбы пока что переходят близко именно К, а не куда-нибудь еще. Колд. Стиви убивает одного, отлетает от второго. Колд выходит не вовремя. Оппонента он не смог забрать. Не видел. Не получилось. Неки, Стилл и Лукас остаются втроем пока что против, опять же, трех таких же оппонентов из команды мебров. Но бомба уже очень-очень-очень близко к выходу на апплейнт. Неки, Стилл. Стилл надо каким-то образом закрывать. Да, Мольки все еще есть. Это действительно удобно. Тарик бежит. Вот прям так. И это очень грустно. Бомба падает. Далеко бомба падает. Некис, может быть, убьет с Колдзиро. Опа! Колдзиро разорачивается. Еще одна водитель не получается. Фолин остается последний. Блет бомба из последних сил за дефолтом. Тут прям немножко с другой стороны, конечно, лучше бы крутился, но так тоже неплохо. Ладно. Смог там, кстати, слева, между прочим, если что, укатился и Фолин, возможно, мог бы его брать. Но Фолин надо пушить! Ай! Он промахивается. Как-то неприятно. С двух сторон. Ага, просто убивает. Габриэля, ладно. Это ветеран для команды Люминосити. Ну вот. Трочка уже есть. Трочка уже есть. Ну, вчера, кстати, говоря, судя по всему, мебрам было действительно на ИСЕСЕ сложно. Поэтому, походу, вообще устали. Гасты на этом сыграли, как раз. А сегодня гасты еще сыграли на NRG. И получилось вообще забавно. В итоге очень много очков получили. Молодцы. Тарик с Фером делает по своему киллу где-то при заходах. На Аплент, опять же, Хения Тарика убил. На коннекторе террорист пал. Но в меньшинстве команда защиты. И то, что Фоли на Б-Плент идет, он, скорее всего, стянет своих же товарищей на Б. Через ЗИК бомба пойдет. Бомбы не будет обходить далеко. Не будут они так делать. Поэтому через ЗИК. А, нет, смотрите. А бомба будет обходить далеко. Стоп, 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 стоп. Решили бомбу через ЗИК не пускать, как я понимаю. Окей. Не, ну в смысле можно и так. Я просто думал, что через ЗИК. Лады, лады. А бомба вообще не пойдет на Б пока что. Они делают то же самое. Я понял. Или нет? Нет, бомба все-таки возвращается. Нет, все-таки Фолин стягивает ребят. Только бомба не через ЗИК. Судя по всему, через стандартные Апарты. Пытается выпрыгнуть на Блент. Это было довольно-таки близко. Причем, опять же, Юнит шумит на Апланте. Это Стюи. И делает очень много шума. Фернандо убивает Лукаса и Некис остается последний. И вот это, конечно, неприятно, но Калдзер расправляется. Это 311 счет. По-моему, у меня это денег, да? Там две. Ну, это последний раунд, они будут закупаться на все, но денег вообще нет, в принципе. То есть, это один нормальный девайс и все, что угодно. Сверху там такое себе, четыре пистолета, типа. Вот, мембры стараются действовать максимально гибридно и не сразу стягиваться в данном случае, да? Ну, по крайней мере, некоторые раунды они так показывают. Не сразу стягиваться вот куда-то. Потому что могли пойти на Б, вот как я сказал, но при этом они сделали абсолютно так же. То есть, был вот отдельный юнит, причем было даже два таких, это был Калдзер, это был Стюи, отдельных островка, через которые можно было бы вот сконнектиться, стезериться, грубо говоря, на атаку. И в зависимости от ситуации они могли пойти либо туда, либо сюда, либо там еще куда. То есть, это на самом деле реально супергибридные вещи. Они довольно рискованные, потому что вот такой суп варить гибридный очень тяжело. Микс такой, да, хороший прям. Фирмовый. Но, у мебров против люмиков по крайней мере получается, но кое-как туда-сюда. То есть, тут тоже не все в порядке. Но получается. Но получается. А люминосити против таких раундов играть реально очень тяжело. Потому что ты реально прям вообще не знаешь куда там, кто будет выходить, потому что что-то со всех сторон все выходят вообще везде. И нельзя собраться до конца. И нельзя понять, где находится плантов. До конца. И нельзя распределить свои силы в один из плантов, абсолютно точно зная до конца. И... Это вот как раз хорошо, это реально играет. И я уже второй раунд туда-сюда вот гадаю, типа, кто куда будет выходить. Потому что к таким гибридным раундам сам не совсем готов. Потому что их немного и показывает их, кстати, тоже немного. И тоже не часто. И на ланах тоже проблемы постоянно бывают. к слову. Поэтому да. Но всегда приятно видеть такие вещи. Ну и за место рискованных быстрых вариантов, что еще по поводу психопаспорта конкретно вот этих замечательных раундов от команды Mibor, они выбирают более сейфовые и более медленные, если обладают временем. А временем обладают. Соответственно, тоже. То есть это тоже такой вариант типа на Верочку. Это тоже клево. Это тоже нравится. Что использует все ресурсы, которые есть. Пистолетка, дорогие друзья. А! До меня только сейчас дошло, судя по всему, то, что пропало пропало пустоток интерфейса каким-то образом. И что-то как-то а я не помню если сейчас надо его возвращать. Кто помнит, напишите в чат, потому что я давно на самом деле такого не видел. По-моему, это реально вернуть каким-то хот-кейм, но я действительно не помню каким. Если кто-то помнит, по крайней мере. Потому что карту перезагружать совсем не хочется. Фернандо минусует стила, очень мало игроков остается у команды. мибр здесь и они будут проигрывать этот пистолет. Ну, в смысле ферр только, если быть точным. не помню, как возвращать интерфейс. какой-то то ли контролкей, то ли что-то такое. Может, я случайно нажал и не заметил сейчас. Сейчас попробую вспомнить. Что там у нас? Забег на Аплант от ЛГ. Здесь один человек из команды гибр, на данный момент. Падает Фолин. Да, трое через коннектор соответственно идут. Ну, вот этот вот интересный товарищ от Стюи с чешечкой. Пытается справиться Фернандо вместе с товарищем, но, конечно, очень-очень-очень-очень тяжело. А это баг панорамы, может, может, это не я нажал. Буха узнает. В общем, надеюсь, надеюсь, вспомнит. А, да, спасибо. Ну, не кейджи, короче, да, спасибо. Вот, и, соответственно, Лемнисти Гейминг выиграет второй второй раунд второй раунд второй половины. и, у мебров, помимо засевлинг девайсов, возможно, еще какие-то две флешки закупят, но, видимо, не будут закупать, даже фолью не будет закупать. Окей, третий раунд мы сейчас увидим, наверное, не будет ничего лишнего здесь, и, скорее всего, Лжи, наверное, возьмут свой шестой, но... что-то насморк одолевает вообще. Но, опять же, двойное преимущество от команды мебров. В ближайшее время. На планте мы произошли, немножко не угадали, под Б-плэн пойдут Лжи, оставят бомбу. Все-таки со скауткой может что-то делает в упоре... А, он сменился на Чешку, да? Почему бы и нет? Взрывает в итоге стела, но бомба все равно будет поставлена на Б. В принципе, эти пистолеты со скаутками можно отдавать, то есть, можно пытаться это ретейкой до самого упора, потому что будет давать на раунд сразу же после этого. Четыре человека в команду лимности здесь, но решили никуда не ходить, как я понимаю, да, будут сейвить мебр, или, скорее, не сейвить, а не отдаваться просто, потому что там довольно мертвая ситуация. Ну исти, погиб. Фолин, колдера остается вдвоем. Так, это 12-6. Хоронит Хенни. Кстати, сложный выстрел, потому что это на шарте было сделано, а колдера был около искры оплента. То есть, дегла здесь, ну да, прилично. Прямо реально прилично. Что-то типа полторы тысячи юнитов, наверное, да, ну плюс-минус, очень далеко. 1400-1300, наверное, далеко. Давай сна-раунд от команды мебр. Первый на второй половине. Вот здесь важно, здесь реально важно понимать что что и как они сыграют потому что если не сыграют да то опять опять какой-нибудь эко 0 насти гейминг будет больше шансов вернуться 1 2 2 стоит ребята из команды мебро 4 ммк четвертых плюс а в.п. ребят есть фаллин голый денег на армор не хватило гранат довольно малое количество в целом 0 масти гейминг пока что 50 секунд остается но если честно информация не особо не получают здесь такой момент что да они стоят и возможно как им казалось бы как-то резко будут например на б забегать потому что вижу что смотрите например не вроде но плюс-минус вроде резко и забегает но колдера врывается прям в аппарты со стороны смака с другой немножко получает пхп отходит назад возможно под флешку кстати будет врываться сам это вот интересный момент врывается ничего не получается у него переключаемся обратно наталька дарик за форестом за бунчом погибает сайт тоже фаллин остается последний так как бомба не поставлена возможно думаю то что она каких таймингов попробует кого-то убить но нет не совсем то есть теперь у него уже не получается он будет отходить назад поняв что он потерял в принципе все тайминги счет быть 12 7 так это уже седьмой и вероятно восьмой кстати для lg не в принципе если несколько раз подряд таким образом надо войска конечно будет залетать то может быть то может быть но все еще вопросы все вопросы есть насчет этой истории все еще вопрос есть насчет этой истории так три чашки плюс дегл плюс а в.п. от команды мебар подарок всегда можно играть и чашки с деглом именно в руках бров на самом деле это опасно на план саде по всему лиме ки будут идти это не будет фейк не но это опасно же может проиграть этот раунд но я забегаю вперед фернандов под балконе ползера тоже рядом не чекает фера феррубе очарка с бомбой человек по первым это ошибка на хенни и стил сносит четки лица то есть вроде более менее полин сносит во-первых человека над этой сего вторых пытается простыли в дефолт пытается еще поставить дефолт ползер сливаешь лайк господи боже мой ой как хорошо то хорошо ой хорошо залетает приятненько вообще 13 для мебарная говорил то что лимита могут это проиграть или микки это таки проигрывает однако дротати однако дротати но точнее не ладно под балконе не проверили а там уже все поехало очень криво и косо такие простые выходы против мебров получается когда сделаны наверное идеально ну и вот не получается когда вы нам ошибаетесь потому что мебры не прощают мебры не прощают хотя иногда конечно прощают тоже стоит сказать что местами что-то может не получиться святой фернандо и фолина здесь на миду не получилось на окне не получилось на миду пожим не получился целое звено упало и в меньшинстве мебрам неприятно потому что видел занят террористической организацией понял то что где-то там противник но так и не получилось падает кладера упадет рано или поздно это будет раунд именно гимнасти гейминг 13 8 будет счет у нас деньги есть какие-то там 1400 нас и куда-то 4400 будет колд на самом деле тут еще урон нанесет наверное забавно забавно ой как хорошо но не здесь вы прям в упоре еще левее и острый угол это сложно было молодец inti это inti а стоп я плохо считаю стоп 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 я площадь и нормально у них денег чему 4 4 400 ну туда-сюда бай все такие голые массово п да кстати именно стю я дарил в данном случае тоже важно понимать истина стоит на это резко врывается отлетает поле набивает еще лукаса вот эти отрезки выбросы на плент как бы люмики вы точно уверены в этом но сейчас вроде более менее получается на каждый раз как рулетка свезет не свезет в час вроде получилось вроде почему колдера еще живой съем а я бы не спешил с утверждениями ел получает хаешку в ниндзе застрял на т3 сихене очень далеко обходит габриэль почему гой если габриэль виталеда обходит соответственно а ковры и это ультимативная позиция против человека который все еще не поставил бомбу чекайте смотрите это первый потому что вы можете проиграть теперь этот раунд потому что нету вот этого вот момента внезапность нет момента внезапности флешечку флешечку полин перезарядил свой замечательный калаш нормально на излете пули все-таки прилетела и ел остается последний так вот короче говоря быстрые выходы на на куда-нибудь неважно куда против мигров по моему рулетка если честно повезет не повезет будут они расконцентрированы или нет я не уверен что на это можно ставить на возможно у лимиков просто кончились идея не просто давай рашей нормально пойдут и падает ел с двух сторон апреля у него не был шансов 14 8 есть конечно какие-то деньги у команды lg это чтобы прям супер много но мебры разбираются с оппонентами очень быстро хине тоже падает бомба по-другому 90 упала здесь по какой-то причине это только гусем называю хотя вроде табуретка но почему-то у меня раньше был гусь я вроде табуретки привык видимо по обыкновению с додаста судя по всему почему я давно кстати говоря ел и лук остаются вдвоем тяжело им здесь будет против четырех оппонентов тем более бомба бомба прошу прощения под контролем команды не бар натяжка тяжко погибает ел укс остается последним ну и будет сэйвить свой коллаж если будет все еще вопросы кстати насчет будет или нет ток не умри после времени ток не умри после времени сидеть 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 все молодец молодец потому что здесь было опасно это 15 для м и пиар коллаж сохранен соответственно можно под этот коллаж сыграть с теми пистолетами которые будут потому что денег реально нет и человек с калашом пожалуйста лук искупи гранаты лук искупил гранаты а те 400 баксов а чё там олег забыл это же возможно последний раунд для вас я не скажу что ошибка не ошибка но по моему молек реально полезная тема лукс отъезжает окей ладно если бы у него был бы молек может покатился покатился короче говоря волен вскрывает лицо еще мы еще третьему туда же сейчас бы квадрушечку для фолина когда ручки для фолина не будет машина бы плэнтнеки заходит умирает оттарик конец то это последний это похороночная это будет 16 8 дорогие друзья мне бы все-таки отыграли две свои карты точнее две карты здесь за вчерашний день скажем так оправдались то есть предположительно это могло бы быть 11 потому что по обыкновению прошлого сезона это например был очень часто 11 но сейчас выиграли обе карты играли вчера обе выиграли сейчас обе то есть в принципе для них ну не так плохо могло бы наверное быть и хуже но походу вчера действительно устали может быть может быть давайте отправимся на рекламу у нас еще третье третье противостояние до сегодня это рок и ренегейтс кстати между прочим вот это интересно да да это будет пожалуй достаточно интересно и никуда не переключайтесь оставайтесь здесь а Субтитры сделал DimaTorzok I'm Intel 4i7